Население Рязанской губернии в 1897 году составляло 1 миллион 827 тысяч человек, а в 1906 году 2 миллиона 74 тысячи человек. Жили они в 12 городах и почти десятки тысяч сел. 86% из них было крестьянами, 8% военнослужащими, 4% купцами и мещанами и чем-то меньше, чем по проценту дворянами и духовенством. Через Рязань проходили две железных дороги, действовал 35-километровый городской водопровод. Городская электростанция питала 15 тысяч лампочек и 500 электромоторов разной мощности. Регион был аграрным, промышленная революция еще не совершилась. Главной посевной культурой была рожь, а картофель занимал всего 4% площадей. В фабрике, где было больше 50 рабочих, можно было пересчитать по пальцам. И более 500 тысяч жителей региона зимой уезжали на заработки в Москву и Санкт-Петербург. Примерно 7700 женщин занимались на дому кружевоплетением, и их продукция продавалась на экспорт в другие страны. В городах Рязанской губернии работали 16 типографий и 13 фотосалонов, благодаря которым сегодня мы имеем газеты, листовки и фотоснимки тех лет. Тогда в состав губернии входили Зарайск, ныне относящиеся к Московской области. К Липецкой области перешли Рененбург, ныне Чеплыгин и Данков. Однако районов прибавилось. Фотографии революционной Рязани, а также личные предметы революционеров по сей день можно найти в фондах Рязанского Кремля. Это обширный фотографический материал, кое-что из живописи, потому что в советское время, конечно, фотографии живописных полотен, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции, было очень много. Скажем так, материал про большевиков был очень большой. Про другие какие-то партии, фракции мы, конечно, к сожалению, мало что могли показать. Такое важное историческое событие, сколько бы споров оно не вызывало, находят отголоски поныне. И те, кто считает Ленина великим вождем, а события 17-го года переломными, в лучшую сторону для страны, в ближайшие выходные соберутся на митинг и торжественное шествие в центре города. Однако имеет ли центр отношение к революции? Есть названия в Рязани, которые притягивают проведение демонстрации, посвященной 7 ноября. Это, конечно, поселок Преокский с главной улицей Октябрьской, почти трехкилометровой, с примыканием к ней улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это целый набор зданий с символикой, с коммунистической, советской. То есть там все работает на то, чтобы именно этот маршрут был освоен именно 7 ноября. Не только из одного названия, да, это поселок, сам весь памятник советского периода. Игорь Канаев предлагает альтернативу такому собранию митинга – шествие по улицам, которые действительно названы именами идеологов социализма. Носило бы более символический смысл и к тому же оставило бы свободным центр города, тем самым не помешав автомобилистам. Мы на главной улице поселка Преокский, Октябрьской, возле ДК Преокского, бывшего ДК станкозавода, где существует огромная площадь, которая вполне могла бы принять на себя, именно сюда, на Октябрьскую, в этот вот красивый квадрат большой, мог бы стать памятник Ленину. И площадь Ильича, например, чтобы не путали, или Ульяновская, или площадь Ильича, вполне это возможно. Тем более, что есть стела, посвященная Владимиру Ильичу, есть 15 Советских Республик и герб Советского Союза. Сколько бы споров не рождала спустя сто лет Великая Революция, ясно одно. После событий тех лет развитие нашей страны прошло в совершенно ином направлении. Одобрять или осуждать – сегодня у каждого есть выбор, но знать и помнить обязан каждый. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».